Всем привет! Распустилась у меня моя целлогина локтея. Я когда делала свой обзорчик недавно в балконе, если кто смотрел, я говорила, что у меня целлогина не захотела в этом году цвести, и я очень сильно ошиблась. Я ошиблась, и я решила ее поделить, потому что у нее уже бульбочки упирались в дно горшка. Вот тут вот можно видеть. Вот, и я ее решила рассадить. Как только я ее рассадила, я поняла, что у нее растут цветоносы, а я думала, что это ростики. Вот так вот. Несмотря на то, что она у меня уже цвела, и я вроде бы уже научная, опытом должна знать, как они выглядят, но нет. Я не могу заснять. Вот как-то цветочки распустились все в разные стороны, да? И я не могу их как-то вот... Чтобы кучкой какой-то это все выглядело красиво. Мне очень нравится. У них такие белоснежные цветы. Здесь вот уже, конечно, немножко они начинают отцветать. Долго я собиралась снимать видео. Бесподобные. Ну, я не устану, уже, наверное, не первый раз говорю. Но я ее покупала, цветущую, в нашем ботаническом саду в Минске. И она пахла. Пахла. Запах стоял вообще на всю комнату, когда я ее принесла. А у меня она вот цветет уже второй раз, и я вообще запаха не слышу. Я не понимаю, что мне сделать. Вот там многие цветы на солнце начинают пахнуть. Многие там кто... Когда их польешь, они начинают там пахнуть. А вот актерема, ну, никак. Так вот, я ее пересадила, и что у меня получилось? Вот это вот одна деленочка. Вот я ее расположила вот так вот вдоль горшка. Вот она даст следующую пульпочку здесь. И вот здесь вот у нее тоже маленькая пимпочка уже начинает расти в эту сторону. Ну, вот хватит, наверное, ей года на три. Дальше вот эта вот деленочка. Здесь три бульбы. Ну, так как я не думала, что они будут цвести, то я их спокойно отделила, и корней там не очень много, но тем не менее она все равно цветет. Божечки, какая прелесть! Обалдеть! Вот, поэтому бульбочки немножко подмялись. Мне кажется, потому что вот корней не слишком много, и она... Ну, наверное, не успевает на цветочки. Это все влагу забирает много. Вот, еще одна деленочка получилась. Один вообще без корней. Вот такая вот. О, так тут две бульбочки даже начинают расти. О, ну, а я не видела. Вот одна начинает расти, просыпается. Да, и вот одна начинает расти. Ну, оставлю. Пустят корешки, может, потом продам. Для себя оставлю. И вот вторую я не буду ее доставать, потому что у нее на самом деле много корней. Они большие, длинные. Я туда вовнутрь заливаю воды. Чуть-чуть им хватает. Ну, вот у нее я не вижу никаких ростиков. Наверное, тут уже нету никаких почек. Вот, так что, если, может, кто в Минске, кому нужна, обращайтесь. Продам деленочку. Ак-тей. Вот. Такие вот у меня. Цветуны. С какого-то ракурса так поснимают, чтобы было красивенько. Мне очень нравится, что они такие белоснежные-белоснежные. На них смотришь, и это как какая-то невероятная завораживающая вещь. Настолько чистый белый цвет. Я не могу, к сожалению, сравнивать с другими целлогинами. Ну, с крестатой какой-нибудь. Она у меня есть, но я с ней что-то совсем не дружу. Она мало того, что не цветет, так она в этом году вообще что-то... Не знаю. Надо доставать ее корни смотреть. Красотища, конечно. По поводу ухода. Лактея теплого содержания целлогина. Она любит влагу и солнышко. Но она может немножко и подгореть. Вот тут вот у меня... Ну, тут очень слабенько видно на самом деле. Я ее сильно на солнце не выставляла. Она стояла у меня летом на улице, но она стояла в тени. Там на солнце она ну, очень мало времени находилась. Когда она наращивает бульбочки и начинается вот эта вот смена климата, когда немножко похолодает, я ее заношу домой, но ставлю на окно, которое не будет отапливаться. И достаточно мало света у нее там получается. Только вот если утром где-нибудь часов до 11 солнца есть, то оно на нее попадет. Если нет, ну, значит без солнца. И, в общем, я ее перестаю поливать. Когда бульбочки совсем сморщатся, вот тогда я ей немножко влаги дам. А так я ее подсушиваю зимой, чтобы она цвела. Вот второй раз, второй год у меня так и произошло. Я ее просто подсушиваю. Ну, и вот этот вот перепад температур, что сначала летом тепленько, а потом в холодную, ну, не в холодную, а в градусов 18 у меня на окне было минимум. Это, наверное, ее немножко стимулирует к цветению. Ну, в общем, в общем, вот такая красотка. Жалко, что я никак не могу понять, почему она не пахнет. Такая красотища. Спасибо всем, кто посмотрел. Пока-пока.